За последние 10 лет турки сумели увеличить количество пассажиров в своем общественном транспорте в 2 раза. Для сравнения, в России этот показатель уменьшился практически в 2 раза. В случае Стамбула, где очень сложный рельеф, высокая плотность и элементарно очень много воды, через которую нужно как-то пробивать туннели, либо строить огромные мосты, это удалось сделать с помощью систем скоростного автобуса, нового трамвая и системы городских электричек. Но давайте обо всем по порядку. В Стамбуле есть 2 варианта оплаты проезда. Это транспортная карта, на которую кладутся деньги, а также разовые проходы. Я рекомендую покупать транспортную карту, потому что с ней пересадки немного дешевле. Такая система может показаться простой для пассажира, потому что нет ничего более простого, чем купить одну карту и на нее закидывать деньги. Но она потенциально нехорошая, потому что те же самые пассажиры могут отказаться от поездки на автобусе или трамвай, когда за каждый проход нужно платить. И для сравнения, европейские города чаще всего строят свое билетное меню на основе транспортного сервиса. То есть, что человек должен доехать из одной точки до другой, и неважно, какое количество пересадок он сделает. И поэтому билеты продаются на основе времени. 30 минут, 60 минут, день, 2 дня, неделя, год или полгода, например. Такая система стимулирует людей пользоваться общественным транспортом, потому что он становится условно бесплатным. Не нужно считать, какое количество пересадок тебе придется сделать за конкретную поездку, искать билетный автомат, а просто раз в год, если ты местный житель, покупаешь себе карту или кладешь на нее деньги, берешь безлимит и катаешься всему городу. Следующая тема – это навигация. И в городе с ней все плохо. Существуют внутрисистемные навигации в метро, на трамвае, но они, как правило, кончаются после турникета. То есть, если тебе нужно сделать какой-то сложный маршрут или найти точку около вестибюля метро, то, скорее всего, это будет сделать проблематично. И тут есть два варианта. Либо ты спрашиваешь у местных, которые, скорее всего, подскажут, но для некоторых это определенное неудобство, либо же скачать специальное приложение типа MapSmi или CityMapper на свой телефон и ориентироваться уже с его помощью. Лично я пользовался приложениями CityMapper, которые строят удобный маршрут, показывают, через сколько подъедет нужный автобус, потому что если вы приходите на станцию около паромов или крупный транспортный пересадочный узел, то, скорее всего, вы там потеряетесь. Увы, но это так. Сегодня в Стамбуле, вне исторического центра, работают маршрутки. Это плохо, и это тема для отдельного видео. Скажу лишь, что маршрутки паразитируют, как правило, на городской инфраструктуре и убивают полноценный общественный транспорт. В Стамбуле маршрутки не принимают к оплате единую транспортную карту, и там можно расплатиться только наличкой. Если вы решите поехать на маршрутке, то будьте готовы, что дверь в маршрутку не будет закрываться в принципе, а водитель будет сигналить каждые несколько секунд, завлекая к себе пассажиров. В городе также работает несколько фуникулеров. Я успел прокатиться только на самом старом, который был открыт еще в 19 веке, но скажу лишь, что ничего интересного в этом нет. Если перед вами стоит выбор пройтись пешком по узким улочкам или проехаться под землей, то лучше выберите узкие улочки, потому что это намного интереснее. На новом фуникулере я, к сожалению, не успел прокатиться, но я думаю, что там нет ничего особенного. До 1970-х годов единственным транспортом, который соединял европейскую азиатскую часть и города, был паром. После постройки моста напряженность спала, после постройки туннелей еще меньше стал востребован. Тем не менее, это полноценный транспорт города, который ходит каждые 20 минут и имеет несколько маршрутов, и который можно оплатить единой транспортной картой. Советую прокатиться, потому что это интересный вид на город, и в целом для россиян это довольно непривычный вид транспорта. Первая трамвайная система города существовала до 1960-х годов, после чего она была уничтожена в пользу троллейбусных маршрутов, а троллейбус впоследствии был уничтожен в пользу автобуса. С счастью, в городе наступил трамвайный ренессанс, и в 1990 году был открыт первый маршрут трамвая. После этого было открыто еще несколько маршрутов, но условно все трамвайные линии города можно разделить на два типа. Это исторический трамвай, такой туристический аттракцион. Одна линия есть в европейской части города и проходит по главной туристической улице, а вторая на азиатской стороне и уже кольцевой маршрута. И там и там, в принципе, интересно было прокатиться, потому что на европейской части очень классно водитель переходит из одного конца в другой, переносит с собой руль и переставляет кресло по ходу движения, но там скорость движения такая, что, в принципе, можно прокатиться на подножке зайца. На азиатской части маршрут кольцевой и более транспортный, хотя на нем также ходят исторические трамваи. И в целом это весьма ламповое ощущение, советую прокатиться, хотя мы вот умудрились попасть даже в давку. Видимо, местным жителям было лениво подниматься в горку. Транспортный трамвай представлен двумя маршрутами. Т1, который проходит по основным достопримечательностям города и пересекает бухту Золотой Рог, и который можно назвать идеальным уличным трамваем. А также есть маршрут Т4, который больше представляет симбиозы городской электрички и трамвая. Если Т1 проходит по улицам, имеет приоритет на перекрестках, и там не нужно спускаться или подниматься, а можно просто пройти на платформу с пешеходного перехода, то Т4 это более изолированная система с высоким полом, с несколькими вагонами, и часть станций этого маршрута проходит вообще под землей. В каком-то путеводителе я прочитал мысль, что даже не пытайтесь запомнить все маршруты или разобраться в автобусном движении Стамбула. Отчасти это правда, потому что это основной транспорт города, но слишком много маршрутов и слишком неорганизованная посадка и высадка приводит к тому, что легче всего найти нужный вам автобус либо с помощью местного, либо с помощью какого-либо приложения. Вход внутрь осуществляется через переднюю дверь, но там нет турникета, к которому привыкли, например, москвичи, потому что оплату проверяет водитель. Внутри могут не объявлять остановки, вас могут высадить во втором или в третьем ряду, но в целом это намного более приемлемый вариант, чем те же маршрутки. Также в Стамбуле с 2000-х годов работает система скоростного автобуса. Это интересный вид транспорта, который в России практически не представлен. Скоростной автобус соединяет европейскую и азиатскую стороны через мост, имеет полностью выделенный коридор и, чтобы до него добраться, нужно пройти либо по подземному пешеходному переходу, либо по наземному. В целом это решение можно охарактеризовать как быстрое и недорогое, но в случае Стамбула скоростной автобус уже не справляется с потоком пассажиров. В отличие от остального общественного транспорта Стамбула, скоростные автобусы нужно не только прислонять карту на проходе на платформу, но также и на выходе, потому что здесь оплата идет по зонам, и когда вы проходите в первый раз, вас снимают полную стоимость за все зоны. А когда вы прикладываете карту на выходе к отдельно стоящим валидаторам, то вам возвращают часть суммы. Поэтому не забудьте прикладывать вашу карту, иначе вы просто подарите Стамбулу свои кровные деньги. Стамбульское метро не может похвастаться какой-то архитектурой или разветвленной сетью, но как факт несколько линий в городе имеются. В них нет ничего сложного, но нужно помнить, что некоторые линии имеют разветвление, и вы можете уехать не на тот конец условной вилки, а также что за пересадки нужно платить. Ну и самое интересное, я сделал под конец. Это проект Мармарай. Обычный пользователь может подумать, что это просто еще одна линия метро, которая проходит под Босфором, но все намного сложнее. Тут нужно знать небольшую предысторию, что раньше в Стамбуле было две железнодорожных сети на одном берегу и на другом, и они никак не соединялись. Да, там была городская электричка, но она была не очень эффективна, потому что людям-то нужно переходить с одной части города в другую, а она этого обеспечить не могла. Поэтому было решено построить подземный туннель под Босфором, который уже функционирует, а также реконструировать всю железнодорожную сеть города. И условно, если раньше было два пути, то сейчас строятся три платформы к ним. В будущем это позволит запустить городские электрички, которые будут иметь огромный потенциал, которые будут соединять весь город и иметь проводную способность больше, чем линии метро или тем более трамвая. А также третий путь будет для скоростного сообщения, уже для всей страны. И после завершения этого проекта прогнозируется, что доля пассажиров железнодорожного транспорта в общем количестве города будет занимать третью позицию в мире. То есть, условно, сейчас первые места занимает Токио и Нью-Йорк, где очень много жителей пользуются железными дорогами для каждодневных поездок. А вот третье место будет занимать Стамбул. Поэтому очень интересно будет приехать в Стамбул, когда эта система заработает, потому что пока что она не используется на всю свою мощь. Собственно, чем опыт Стамбула нам интересен? А интересен он тем, что город относительно недавно стал решать системно свои транспортные проблемы и начал с недорогих и быстрых решений, постепенно масштабируя их. Например, в первую очередь в городе было решено установить трамвай. Трамвай стоит намного дешевле, чем метро, но при этом позволяет быстро перевозить очень много людей. Кроме того, если метро это долго и дорого, то построить трамвай может за относительно короткий срок. И понятно, что мы не берем в расчет туристические аттракционные, типа трамвая на главной пешеходной улице города, мы берем вот именно систему Т1 и Т4. Затем был скоростной автобус. Это крайне быстрое и эффективное решение, чтобы просто вернуть веру в общественный транспорт у жителей. Подобная система строится по всему миру, но в России нет ни одного примера. К сожалению. Хотя, например, какому-нибудь Воронежу или Красноярску подобные системы были бы нужны как воздух, потому что транспортные проблемы есть, есть какие-то планы, но знаете, многие думают завтрашним или послезавтрашним днем, а решать проблемы нужно было вчера. И да, как я уже сказал, скоростной автобус работает на пределе, но именно как быстрое решение по спасению города от пробок, оно весьма эффективное. С метрополитеном более-менее все должно быть понятно. Его у нас очень любят и даже кое-где строят, несмотря на его высокую стоимость. Но вот лучше сконцентрируемся на системе Мармарай. Городские железные дороги. Они есть практически в каждом городе России. Как правило, они соединяют все части города вместе, но никак не используются в повседневных поездках, потому что их потенциал просто не используется. И понятно, что в случае Истамбула был огромный пролив и сложные условия для строительства, но в российских городах можно договориться с РЖД, объединить билетное меню и навигацию и спасти город от пробок, не закапывая деньги в землю в рамках строительства метрополитена. Но это никак не используется. Есть примеры лишь МЦК в Москве и вот будущих московских центральных диаметров, но в других городах вообще ничего не делается. То есть у вас под ногами есть решение от всех транспортных проблем, но вы просто не можете договориться как-то использовать с РЖД. И это, конечно, беда. Поэтому очень хотелось бы отправить транспортных чиновников российских городов в Стамбул, чтобы они покатались на настоящем трамвае, увидели, как может работать метробус и начали применять что-то такое у себя в городе. Конечно, потом нужно будет отправить их куда-нибудь в Европу, где все эти системы работают как единое целое и объединены нормальным билетом меню и навигации. Но именно как первый шаг, мне кажется, опыт Стамбула был бы нам очень полезен. Продолжение следует... Продолжение следует...